Так сегодня выглядит заброшенное здание по адресу улица Парковая, 66. С 2011 года она находилась на балансе военного ведомства, и все это время объект стоял бесхозным. Надписи на стенах говорят о том, что здесь кипела отдельная жизнь. Как сообщил глава города-курорта, уже готовы акты приема-передачи из ведомственной в муниципальную собственность. Юрий Поляков ведет переговоры о возвращении в город военкомата. Теперь стоит вопрос, можно ли реконструировать здание, не пренебрегая безопасностью. Анжела Анатольевна, управление строительством, я хотел бы, Валерий Жоржевич, чтобы меня возьмите. Давайте комиссионно выйдем, давайте позвоним специалистов, давайте посмотрим, что нам делать с этим зданием. Те плиты, которые прогнили, да, их надо убирать. Что со стенами, может надо какую-то экспертизу сделать, зашурфиться фундаментом, посмотреть, что происходит. На повестке дня максимальная концентрация бюджетных возможностей. За две недели специалисты администрации выявили более 50 предприятий, которые зарабатывают прибыль в Анапе, а зарегистрированы в других городах. Следовательно, и налоги платят в других муниципалитетах или даже регионах. Четыре из них уже согласились зарегистрироваться в городе-курорте. Четыре мало, я думаю, это мало. Ну и не все отраслевые управления нам предоставили информацию. И по вашему поручению... Кто не предоставил отраслевые управления? Сельское хозяйство. Надо не только информацию предоставить, надо с ними проработать со всеми. Понятно, да? Еще одно поручение главы города – разобраться, как организована торговля на больших рядах. Необходимо, чтобы налоги платили все – и владелец, и предприниматели-арендаторы. Также Юрий Поляков поручил упорядочить уличную рекламу. Если вы хотите, чтобы в муниципальном образовании был порядок, вы должны кого-то наказать. Полиция знает. У полиции говорят, что нам ничего не говорят. И все, замкнутый круг. Глава города потребовал, чтобы каждый проявлял активность в своем направлении, продвигал интересы муниципалитета в краевых, федеральных структурах, а также оптимизировал собственную работу. Юрий Поляков поблагодарил всех, кто принял участие в организации масленичных гуляний. Праздники прошли в самой Анапе и сельских округах. На этой неделе предстоит отметить День защитника Отечества. При этом глава курорта напомнил, что не за горами открытие курортного сезона, подготовка к которому уже должна идти полным ходом. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.